Здравствуйте! В декабре 2016 года в Новокуйбышевске утвердили нового градоначальника. Им стал Сергей Марков. Поводом для того, чтобы пригласить его в студию, стало 65-летие Новокуйбышевска. И сегодня, накануне юбилея в нашей студии, глава городского округа Новокуйбышевск Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Васильевич! Добрый день! Думаю, что самарцам, да и жителям других городов будет интересно познакомиться с новым главой Новокуйбышевска. Предлагаю вам рассказать коротко о себе, вот такую биографическую справку дать, чтобы мы поближе и побольше о вас узнали. Ну, в Самарской области я проживаю 1969 года. Родился в селе Кротко, Кельчакасского района. В 1970 году мои родители переехали в город Новокуйбышевск. Они были обычными рабочими. Мама была штукатур-моляр, папа был сварщиком. Работали в трещине КТПС. Поэтому вся моя биография связана с нашим городом Новокуйбышевск. Я прошел обучение в средней школе номер 14. В 1987 году был призван в предсоветской армии, служил два года в Тбилиси, после чего окончил высшее учебное заведение. И с 1991 года я работаю на Новокуйбышевске перерабатывающем заводе. И вот в 2019 году, когда были выборы главы, Андрей Алексеевич Коновалов был избран главой, он мне предложил, поскольку у меня был опыт работы с Андреем Алексеевичем, он был директором завода более семи лет, предложил возглавить должность и взять направление финансы и экономика. Поскольку я жил в этом городе, мне было интересно позаниматься городом. Это совершенно другой размах, совершенно другие объемы, совершенно другие, скажем так, направления. Поэтому я дал свое согласие. И вот с мая 2019 года я работал в администрации по декабрь 2016 года, когда прошел конкурс, и после чего было назначение на должность главы городского округа. А если говорить о Новокуйбышевске, то как бы вы его охарактеризовали? Потому что у каждого города есть своя специфика. Вы какую специфику видите? Вы знаете, город Новокуйбышевск, он очень компактный, город очень интересный. Он окружен кольцом подприятий. Это подприятия и нефтепереработки, подприятия нефтехимии. Это компания Роснефть, Биоксплен, Симур. Город очень интересный. Люди, которые живут в этом городе, город довольно-таки молодой, ему в этом году исполняется 65 лет. Люди, живущие в этом городе, имеют возможность пользоваться огромным количеством спортивных объектов, учреждений культуры, социальной инфраструктуры. Просто история такова, что все эти учреждения бюджетные, которые находятся у нас на балансе, они были переданы в 90-е годы, в начале 2000-х годов с предприятий на баланс города. Все они в очень хорошем состоянии, достойно функционируют. Некоторые учреждения совершенно, скажем так, молодые. И нам удается пока их держать на хорошем уровне. И все наши жители, дети наших жителей, работников нефтеперерабатывающих заводов, химического кабинета, биоэкспресса, Сибура, пользуются этими объектами. И кроме этого, ближайший район, это Волжский район, это сейчас расстраивание, Южный город также к нам приезжает и пользуется нашими объектами. То есть у нас замечательный стадион, замечательные бассейны, фитнес-клубы. У нас замечательный дворец-культура, замечательный театр, замечательные коллективы. То есть наша задача вот все это сохранить. И всегда исторически было так, что администрации, горожане и работники заводов, поскольку они также жители нашего города, были сплоченные. То есть мы вместе решали любые проблемы. Это и субботники, и благоустройство, и праздничные мероприятия. То есть все это проходило вместе, на общие усилия, на общие финансовые средства, весело, хорошо и комфортно. Да, ну очень приятно, что у вас такой настрой и такое видение города. Давайте посмотрим ролик, который вы предоставили о Новокуйбышевске, и потом продолжим разговор. Хорошо. Сегодня Новокуйбышевск – современный энергичный город с комфортной социальной инфраструктурой и развитым промышленным комплексом. По социально-экономическому потенциалу Новокуйбышевск занимает одно из ведущих мест в экономике губерния. По уровню развития городской округ входит четверку лидирующих территорий Самарской области. Промышленный потенциал города – 12 крупных предприятий с общей численностью работающих более 13 тысяч человек. Доля нефтепереработки химии и нефтехимия в общем объеме промышленной продукции составляет более 95%. Город Новокуйбышевск реализовал на своей территории концепцию развития ЖКХ. Город – неоднократный победитель областного конкурса «Лучшее муниципальное образование в Самарской области». Город обладает необходимым комплексом услуг по здравоохранению в таких сферах, как хирургия, онкология, перинатология и другие. Так, например, обновленный перинатальный центр помогает вынашивать новорожденных детей от 600 грамм. На территории городского округа услуги образования оказывают 17 школ и 28 детских садов. Три средних профессиональных образовательных учреждения – филиал Самарского политехнического университета. Правительство Самарской области, определяя перспективы развития Самарского региона до 2025 года, увидело город в качестве одного из центров губернской культуры и большого спорта. 2017 год – юбилейный для Новокуйбышевска. Город прожил 65 лет насыщенной, полнокровной, временами очень непростой жизни. И за эти годы город обрел свое неповторимое лицо. Все эти преобразования и достижения, сделанные за прошедшее время, – дело рук его жителей. Главного достояния Новокуйбышевска. Сергей Васильевич, что вам уже удалось сделать в качестве главы города? Какими были ваши первые решения? Понятно, что срок еще небольшой прошел и все-таки. Да, совершенно верно. Срок небольшой, но, тем не менее, конечно, первые – это были назначения, поскольку все у нас заместители главы исполняли обязанности на тот момент. То есть, после моего утверждения, значит, я произвел ряд мероприятий, назначений. То есть, все, в принципе, у нас коллеги, которые работают, остались в своих рабочих местах, потому что команда сформирована была еще с 2019 года. В основном у нас, конечно, люди работают с промышленностью, с производством нефтепереработки. Поэтому люди все опытные, знающие, имеющие квалификацию определенную и опыт работы по разным направлениям. Поэтому ничего серьезного мы пока по структуре не предпринимаем. Структура у нас уже отшлифована за 4 года. Поэтому наша вся задача – это, чем мы занимаемся уже с 2019 года и призывать нас к губернатору, это оптимизация наших расходов. Нам удалось достичь довольно-таки высоких показателей. За 4 года с небольшим мы снизили расходы на органы и местное управление практически на 30%. Если дизельное выражение, то это 66 миллионов рублей. То, что касается бюджетных учреждений, то у нас снижение составило порядка 22% по численности. Мы многие учреждения оптимизируем, многие просто их объединяем и делаем более крупными, чтобы минимизировать управленческий персонал. То есть в этом направлении мы шагаем и работаем уже довольно-таки давно. Но наша задача – эти темпы не избавлять. Вот эту планку, которую мы сейчас занимаем, она довольно-таки высокая, ее выдержать. И в этом году те средства, которые мы оптимизируем и уже скорректируем, проведем через нашу Думу в феврале месяце, направить именно на благоустройство. Потому что все мы прекрасно понимаем, что основные проблемы, которые беспокоят наших жителей, это проблемы территорий, это проблемы ЖКХ, это проблемы внешних домов, фасадных решений, это проблемы сетей наших, к сожалению, у нас очень изношены. Это сети и по водообеспечению, и по горячему водоснабжению, и по водоотведению. Износ составляет до 80%. Несмотря на то, что город молодой, тем не менее, коррозия делает свое дело. Буквально недавно у нас был порыв теплотрассы. Буквально за месяц, чем за сутки, все было восстановлено. Все это находится на балансе Т+. Мы оказываем необходимую помощь, содействие. Дальше в этом направлении будем работать и с энергетиками, и с своим муниципальным препятствием водоканала, для того, чтобы наши сети, которые имеют высокую степень износа, включать в программу по инвестиции, по модернизации, чтобы замена шла хорошими темпами. Сегодня у нас замена за последние 4 года прошла где-то на менее 10% всех сетей. Поэтому потребность в этом высокая. Нужны, наверное, миллиарды рублей, чтобы привести все соответственно. Но, тем не менее, этим направлением мы занимаемся. Мы занимаемся благоустройством. Мы уже с 2015 года занимаемся покраской фасадов. Мы их обновляем, потому что город молодой, но, тем не менее, уже требует серьезных вложений. И фасадные решения у нас, конечно же, требуют обновления. Учитывая, что у нас 2018 год, это чемпионат по футболу, возможно, будет приезд гостей, туристов определенных в наш город. Поэтому мы постараемся в течение 2017 года, вот за этот летний период, даже не за летний, а за весенний, с апреля по сентябрь месяц, максимально обратить внимание на благоустройство, на озеленение нашего города. Чтобы наши улицы были и скверы зеленые, красивые, благоустроенные, чистые, самое главное, цветущие. Чтобы фасады принимали интересные решения. Чтобы цветовая гамма соответствовала определенным направлениям. Чтобы не было вот этой вот разношертности. Поэтому к этому мы относимся очень щепетильно. Сейчас программу мы это разрабатываем. Мы пытаемся в эту программу привлечь и наших крупный бизнес. Такие переговоры мы уже проводим. Пока они активно откликаются на это, готовы принимать участие. Одному из крупных предприятий, это нефтехимическая компания, в этом году исполнится также 60 лет. Поэтому мы совместно будем праздновать наш праздник и юбилей города в первую субботу сентября и день у тяной промышленности. Потому что мы понимаем, что любое праздничное мероприятие требует финансовых уложений. Нам самим это не потянуть. А совместно вместе с предприятиями компании «Роснефть» нам это будет под силу. Мы надеемся, что мы организуем хороший праздник. Пригласим интересную звезду, чтобы жители могли также поучаствовать в этом, посмотреть, послушать и провести праздничные мероприятия совместно. Вот эта тема нефтяная, она также связана тесно и с экологией. Как раз 2017 объявлен годом экологии. В этом направлении что будет делаться в Новаковичске тоже, наверное, очень актуально. Совершенно верно, да. 2017 год по указу президента «Год экологии». Мы сейчас также в рамках программы по благоустройству нашего города зарабатываем программу по озеленению. У нас есть департамент, который этим направлением занимается, департамент городского хозяйства. Наверняка мы будем привлекать, наверное, еще какие-то сторонние силы. Но опять же, без поддержки крупного бизнеса нам тут не обойтись. В городе заведено как? По всем территориям есть закрепленные улицы, по всем территориям есть закрепленные предприятия. То есть Новакушкин, а теперь облачий завод имеет свои улицы, скверы. НХК — свои улицы, скверы. И так у нас каждое предприятие, даже администрация имеет свою улицу, которая у нас закреплена, на которой наши сотрудники... А в плане благоустройства вы должны ее... Совершенно верно. В плане благоустройства мы предложим вариант развития, чтобы была единая концепция, чтобы не было разношерстности в наших решениях, чтобы все смотрелось стильно и красиво. вариант озеленения, благоустройство скамейками, вазонами, уорнами и прочее. Поэтому сейчас мы в этом направлении работаем. Наша задача сформировать бюджет уже в феврале-марте под эти цели. И чтобы крупные предприятия, которые уже откликнулись, реализовали те направления, о которых мы сейчас говорим. Я думаю, что совместно у нас в городе все получится. Всегда совместные предприятия и город решали все вопросы. Поэтому надеемся, что в 2017 году мы сделаем серьезный массовый удар по благоустройству, по озеленению, по нашим фасадным решениям, по нашим паркам, которые в очень хорошем состоянии. У нас в Самаре тоже бомб благоустройства, я бы сказала, тоже в связи с тем, что нас подстегивает чемпионат мира по футболу. И у нас даже привлекают жители к этому процессу, чтобы они внутридворовые территории благоустраивали. А у вас с жителями контакт налажен. Вы их привлекаете или только предприятия? Совершенно верно. Эту работу мы проводим уже с 2019 года. Она была поставлена и в городе до прихода нас в администрацию. Но мы считаем, что надо заниматься в этом направлении эффективнее. Мы создали бюджетное учреждение, центр в содействии с управлением районами, который активно взаимодействует с нашими жителями. То есть у нас город разделен на 13 микрорайонов. Ежегодно, буквально уже четвертый год, мы выделяем средства на благоустройство этих микрорайонов. Причем жители сами принимают решение, куда именно эти деньги направлять. То есть все процедуры по контрактам осуществляем мы и при реализации этих проектов. А куда деньги тратить, принимают решения жители. То есть по миллиону каждый район ежегодно получает. Конечно, этих денег мало. Это понятно, что нужны сотни миллионов для того, чтобы привести соответственно. Но тем не менее, в рамках нашего бюджета мы в этом направлении двигаемся. Мы слышим, о чем нам жители говорят, что они просят в городе сделать. Поэтому пытаемся в рамках разумных цифр все это реализовать и благоустроить наш город. Мы всех призываем на всех встречах, чтобы наши жители были активны. Чтобы каждый активный житель плюс с собой еще приводил своих соседей, друзей, детей на благоустройство территории. Чтобы субботники проходили не как это было принято, весна и осень. Чтобы еженедельно, хотя бы ежемесячно проводили такие месячники и благоустроили свои территории. Как только мы будем по-другому относиться к нашим территориям, то мы получим совершенно другой эффект. То есть уже не будет граффити, уже не будет мусорных пакетов и прочее, прочее, прочее. То есть активных жителей в этом направлении очень важна и нужна для города. Поэтому мы всех призываем к активности, к приведению наших территорий к хорошему благоустроенному состоянию. Мы готовы в этом всем необходимо помочь. Понятно. А как выстроена ваша система общения с жителями города, может быть, или с работниками предприятия, или с жителями какого-то района? Вот вы уже рассматривали такие перспективы для себя. И в социальных сетях вы представили, для вас вот это вот важно, ценно или нет? Ну, в социальных сетях я не представлю, но, тем не менее, наш сайт работает, любые обращения, которые поступают от наших жителей, они, конечно же, берутся на контроль. Мы обязательно все направления пытаемся отработать, либо даем варианты решения, либо какой-то перспективный вариант развития этих событий. Ежегодно мы проводим встречи с нашими крупными коллективами. Во-первых, мы отчитываемся о проделанной работе и говорим о перспективах, которые у нас впереди стоят. Вот за 2016 год, мы такие встречи уже буквально провели на той неделе все заместители главы руководителя департамента и сам глава ездит по предприятиям и рассказывает в слайдовом варианте о том, что в городе было сделано. В итоге мы получаем определенные вопросы от коллективов, то есть какие-то, какую-то критику определенную также. Мы ее обязательно учитываем, берем это в работу. И мы договорились, что все вопросы, которые нам на этих встречах задаются, в следующей встрече будут проходить именно соответственно эти вопросы, что сделано по тем обращениям граждан и жителей нашего города, потому что все работники являются жителями нашего города в основном, что мы сделали по тем или другим замечаниям, потому что нам нужна обратная связь, чтобы мы понимали потребности. Сегодня горожан, вот вы уже собрали вот этот, видите, вот этот спектр весь. Вы знаете, очень много направлений, но вот, к сожалению, благоустройство одно из первых, медицинское обслуживание, наверное, стоит на втором месте, вопрос по благоустройству дорог, ремонту дорог на третьем месте, ну и прочие направления, то есть, конечно же, медицина, благоустройство, ремонт дорог, все остальное у нас более-менее, скажем так, в нормальном режиме происходит, да. Но мы понимаем, что все сразу в городе не решить, хотя мы очень активно занимаемся с 2019 года всеми этими направлениями, несмотря на то, что медицина, это уже не наша полномочия, это полномочия субъектов федерации, мы в стране не стоим. Мы также проводим встречи с коллективами, мы знаем все проблемы по узким специалистам. Уже буквально второй год мы оказываем поддержку медицинскому персоналу. Мы из бюджета, значит, по согласованию с депутатами, выделяем компенсационные выплаты на снятие жилья, то есть по тем специальностям, где требуется именно поддержка. Но при этом необходимо представить, конечно, подтверждающие документы, что на самом деле жилье это снимается. Но тем не менее, в бюджете такие средства у нас заложены, и второй год мы такую поддержку оказываем. Кроме этого, конечно, мы будем помогать благоустройствам территории, ну и прочие вопросы, которые в рамках наших полномочий, чтобы потом не было у нас каких-то вопросов от проверяющих. Да, ну важен бюджет города, да, городская казна. Чем сегодня она наполняется? Основной доход откуда идет? Насколько я знаю, что бюджет дефицитный, вот вы в этом направлении что-то будете как-то менять? Да, совершенно верно. Бюджет, как и везде, дефицитный, поскольку желание сделать в городе очень большие, средств на сегодня хватает, но тем не менее мы распределяемся, пытаемся где-то ужиматься. Вот в 16-й год мы закончили с дефицитом и нам, значит, вынуждены были проказитовать на 30 миллионов рублей, но тем не менее в январе мы уже займы закрыли, у нас вопросов не возникает. Бюджет текущего года пока у нас сформирует также с дефицитом, но мы в этом направлении работаем. Основная часть доходов, которая вступает в нашу казну, конечно, это налог на доход физических лет, так называемый подоходный налог. К сожалению, структура такова, что 30% остается в городе, а 70% уходит в область. Кроме этого, налог на землю, налог на имущество физических лиц, это природоохранные платежи, это платежи ЕНВД, это единоналогно-умененный доход, плюс там прочие штрафы и прочие сборы и пошлины. С налоговой, наверное, теснее вы сейчас сотрудничаете, да? Да, совершенно верно. У нас уже три года работает межведомственная комиссия, мы очень плотно взаимодействуем, причем в этой работе участвуют не только налоговые службы, а еще и судебные приставы, потому что без их помощи, конечно же, взыскать с наших нерадивых налогоплательщиков не всегда получается. У нас тоже таких полномочий, к сожалению, нет, но тем не менее мы совещание проводим, для себя ставим приоритеты, в том числе и для приставов, для их службы. Вот цифры, конечно же, вот такие не совсем радужные, но вот на 1 января 2017 года задолжены по налогам, по тем налогам, которые поступают в бюджет нашего города, порядка 60 миллионов рублей. Это серьезный резерв для того, чтобы мы могли направить эти средства на развитие, на обновление, на ту же замену, модернизацию наших сетей, теплотрассы и прочее, прочее, прочее. Поэтому задачи мы жестко ставим по этим направлениям, и сами в этом активно принимаем участие, мы взаимодействуем с кадастром, для того, чтобы наводить порядок по земельным участкам. Многие, к сожалению, имеют строение, но не ставят их на учет, чтобы не платить налоги, поэтому эти направления важны. Мы будем проводить необходимую политику разъединительства среди населения, проводить сходы, давать информацию в прессе, по нашему телевидению, призывать наше население к порядочности, потому что каждый полученный рубль и бюджет нашего города это отремонтированные садики, это благоустроенные дворы, это хорошие фасады и прочее, прочее, прочее. Поэтому я думаю, что жители будут к этому с пониманием относиться, просто может быть кто-то некоторые недополучают информацию, да, но опять же это обязанная налогоплательщика, ее необходимо реализовать. То есть есть чем заниматься, есть резервы, которые можно направить в правильное русло, поэтому задачи такие серьезные перед нами стоят по наполнению бюджета. А вы выработали уже свой стиль руководителя, вот что для вас важно, потому что быть главой, это очень и сложно, и важно, и нужно двигаться в определенном направлении, и иметь вот что-то такое свое, знать, как это делать. Вот как бы вы свой стиль работы главой охарактеризовали? Что для вас важно? Ну вы знаете, я бы, может быть, не стал называть какой-то свой стиль, это просто мое требование, чтобы каждый специалист, каждое направление работало эффективно, чтобы любое подразделение, неважно, это департамент, либо отдел, либо, значит, бюджетное учреждение, либо муниципальное предприятие, они отрабатывали на 100% то, что им требуется в рамках закона. Главный результат. Если будет отношение каждого работника именно так, как я требую, то совершенно верно, вы сказали, значит, мы получим больше эффекта, мы улучшим качество проживания жителей в нашем городе, потому что резервы есть, резервы необходимо использовать, и все они будут направлены на благо жителей нашего города. Мы очень тесно связаны с Новокуйбышевском, Самарой я имею в виду, потому что мы, наверное, самые близкие города, да? Какое-то влияние Самары на Новокуйбышевскую чувствуете? В чем оно выражается, вот интересно? Вы знаете, город Новокуйбышевский, он исторически, это спутник города Самары, об этом все прекрасно знают. Территориально мы находимся довольно-таки близко, то есть сегодня, если нет пробок на мосту через реку Самарка, то можно доехать до набережной, до центра города, буквально за 15-20 минут. Поэтому сейчас в перспективе строится Фруйзенский мост, конечно, для жителей города. Это очень важное событие, когда он откроется, потому что много студентов учатся в Самаре, много жительного кошка работают в Самаре. Поэтому вот это направление транспортное, скажем так, соединение, оно важно для двух городов. Я думаю, что даже будет какой-то определенный виток развития в нашем городе для инвесторов, потому что мы стараемся нашу территорию сделать привлекательной для любого инвестора. Есть хорошие площади, которые необходимо использовать, они имеют земельные участки. У нас есть вводные сообщения в поселке Маяк, о чем было сказано у нас в видеоролике. То есть там есть прекрасный строенный причал на макушке внецеперерабатывающего завода, который, в принципе, тоже не функционирует, особо не используется. Они завезли оборудование, и он у них стоит под охраной. Хотя он современный, в рамках нормативного требования исполнен. То есть нам необходимо загружать нашу территорию инвесторами. То есть мы готовы к развитию предприятий. У нас есть рабочие руки, у нас есть специалисты, поэтому мы заинтересованы в рабочих местах, поскольку рабочие места – это и зарплаты, и налоги, и развитие города в целом. Да. Это и товарные продукции. Ну а пока, как вы сказали, вот что Новокубежский работает в Самаре. Есть такая тенденция, есть такой. Есть такая тенденция. Вот наш режиссер Денис Бакурадзе уехал в Новокубежск и прекрасно работает в театре студии «Грань». Скажите, пожалуйста, вы сами посещаете театр? Вот когда-то были на премьерах или на спектаклях? Какие перспективы у этого театра? И как вы вообще относитесь вот к этой сфере? Ну, коротко о театре. Театр в 2016 году у нас получил грант. Они заняли призовое место. Среди театров малых городов на уровне федерации мы должны получить субсидию порядка 7,5 миллионов рублей на их оснащение. Всю смету на именно распределение денег готовил сам Денис Бакурадзе. То есть это костюмы сценические, это и декорации, это и музыкальное сопровождение, оборудование и световое оборудование. То есть все, что им требуется для работы, было подготовлено именно им. Мы все это согласовали, сейчас находится на рассмотрении у нас в Министерстве культуры. Я был на спектакле порядка трех раз в 2016 году. Планирую посетить 20 февраля тоже постановку их. Ребята очень интересно играют. Вот это присутствие и камерность самой постановки, оно, конечно, привлекает. То есть интересно смотреть, интересно слушать. Ребята все креативные, молодые, прогрессивные. И сейчас вот мы пытаемся расширить зал, в котором они ставят свои спектакли. Мы сейчас подыскиваем другое помещение. У нас есть бюджетное учреждение. Пока не будут говорить, какое. Сейчас проработан вопрос возможной реконструкции этого учреждения, потому что количество зрителей там будет до 300 человек. То есть есть возможность расширения. Ребятам нужно развиваться. Причем они готовы к этому уже давно. Но они должны работать эффективно, должны работать на большее количество зрителей. Я думаю, что будет возможность не только жителей Новокошка и ближайших районов, Тольятти, Самары, хотя многие уже приезжают из Самары и Тольятти также смотреть спектакли, постановки. То есть мы будем им помогать обязательно, потому что это важное направление. Оно работает очень хорошо и эффективно. И наша задача, конечно же, их поддержать. Единицы тоже поддержать в этом направлении. Да, потому что культура, это, конечно, очень важно. Нам известно, что вы лично ведете здоровый образ жизни. Спортом занимаетесь каким-то? Ну, скажем так, я пытаюсь ввести здоровый образ жизни. Да, вот буквально на прошлой неделе, я и субботу-воскресенье ходил на наш каток. Мы с сыном катались на коньках, поэтому я всех призываю к спортивному образу жизни, потому что... А возможностей есть в Новоком обществе? Возможностей очень много. Да? У нас замечательные спортивные учреждения, у нас хороший каток, где идет музыкальное сопровождение. Значит, очень хороший свет вечером. То есть посещаемость бывает до тысячи человек на этом катке, в зависимости от погоды, от выходной-невыходной и прочих всех направлений. Поэтому нам необходимы все наши учреждения спортивные, чтобы они были эффективными, чтобы они были привлекательны для посещения наших жителей, не только наших жителей, наших гостей, туристов, прочее, прочее, прочее. В этом направлении мы все необходимое делаем в городе. В том году мы построили еще одно футбольное поле, деньги были с федерального, с областного бюджета. Поэтому наша задача, чтобы дети, которые живут в нашем городе, занимались спортом, чтобы была массовость. Я понимаю, что все чемпионом не станут, да? Но самое главное, чтобы была привлекательность к развитию спорта, чтобы была такая возможность, чтобы была шаговая доступность. Поэтому одна из задач, это монтаж спортивных площадок в наших микрорайонах. Мы ее перед собой поставим, и ближайшие 2-3-5 лет будем этим направлением также заниматься в рамках тех денег, какие у нас есть. Но у нас учреждение очень хорошее, о чем я уже сказал. Все мы получили на баланс городов в 90-х и 2000-е годы, поэтому их необходимо содержать в хорошем состоянии, чем мы занимаемся, и поддерживать сам персонал тренеров и оснащать эти спортивные объекты. Еще один важный вопрос, как-то вот часто он людей волнует, качество воды. Какое оно у вас в Новокурске? Есть ли жалобы, может быть, есть какие-то... Если есть, то желание что-то изменить ситуацию? Есть такая проблема в нашем городе. Нам необходимо, конечно, делать модернизацию нашего водообеспечения, нашего муниципального водоканала. Но на это потребует, наверное, не один миллиард рублей. У нас даже пока нет проекта на этот тип, потому что проект тоже требует больших вложений, порядка 150 миллионов рублей. К сожалению, такой пока у нас возможности нет. Но, тем не менее, мы будем пытаться входить в программу по модернизации городов и именно по водообеспечению, которая должна заработать на уровне нашей области Самарской. Сейчас мы необходимые мероприятия в этом направлении готовим, то, что мы можем сделать с собственными силами. Нам, конечно, необходимо смягчать воду. То есть по показателям у нас вода по качеству не доходит до норматива. Но, тем не менее, мы занимаемся, мы на месте не стоим. Мы пытаемся заявляться для того, чтобы попасть в программу именно по водоочистке. Понятно. И обычно накануне юбилея подводят и итоги, и говорят о перспективах. Вот у нас осталось буквально две минуты. Какие главные итоги развития Новокубежска вы можете сегодня подвести? И вот, как говорят, точки роста, хотя вот не очень люблю это выражение, но все-таки какие они у вас есть в городе? Ну, вы знаете, есть к чему стремиться. Никогда не нужно останавливаться на месте. То есть тот темп, который мы задали в администрации в нашем округе с участием наших жителей, наших бюджетных учреждений, наших муниципальных предприятий за последние четыре года, нам необходимо его сохранить и наращивать. То есть задачи, которые мы перед собой ставим, их очень много. Конечно, их быстро все не озвучишь, но это, опять же, благоустройство. Это, о чем вы сказали, наши дороги, это оснащение наших спортивных объектов, привлечение детей к спорту, это культурное развитие жителей нашего города, чем мы так же плотно занимаемся. Ну, и плюс модернизация, конечно, наших существующих сетей, теплоснабжение, водообеспечение, водоотведение. То есть это важное направление, на что уже необходимо обращать и вкладывать серьезные деньги. Поэтому мы будем активно заниматься этими направлениями, будем непосредственно общаться, конечно, с министерствами, курирующими, для того, чтобы эту тему озвучили, чтобы нас услышали. Хотя мы понимаем, что в области очень много проблем, и Новокуржка – это один из десяти городов, но, тем не менее, мы будем заниматься, на месте не будем сидеть. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Поэтому перспективы у нас есть, перспективы довольно-таки хорошие. Есть взаимопонимание с крупным бизнесом, который помогает нашему городу. Надеюсь, что и в дальнейшем те стили работы, которые уже выработаны в нашем городе, они сохранятся и будут еще более эффективны. И у вас осталась буквально минутка для того, чтобы поздравить жителей и сказать им что-то важное от себя. – Уважаемые Новокуржки, уважаемые горожане, я надеюсь на поддержку наших жителей, потому что год 2017 – это год юбилейный для всего нашего города. Без вашей поддержки, без вашего активного участия, без вашей помощи нам, конечно, не удастся привести наши улицы, наши дворовые территории в ближайшее хорошее качественное состояние. Мы хотим, чтобы мы жили в хорошем, благоустроенном и красивом городе. Город наш небольшой, компактный и можно совместными усилиями привести ее в порядок за очень короткое время. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейшего развития. – Спасибо большое. Этого же мы желаем и вам. Но вот мне, например, теперь понятен ваш стиль руководства. Хочу пожелать, чтобы вы его придерживались и чтобы эффект от вашей работы почувствовали все новокуржевцы. Спасибо еще раз вам за то, что пришли к нам в город. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова